Наши бойцы не должны нуждаться ни в чем. В этом уверены те, кто занят на пунктах сбора гуманитарной помощи, а также все, кто вносит свой вклад в общее доброе дело. Покое письмо нам сегодня пришли с бабушкой и написали два наших юных жителя, Даниила и Иван, которые проживают у нас на школьном проезде, дом 3. Они принесли небольшую передачу, посылочку, которую мы дальше пакуем и дальше отправляем уже на центральный склад, где наши коллеги из Совета депутатов заказывают транспорт и отправляют дальше 42-ю муниципалитетную дивизию. Все упаковывается плотно, чтобы наши солдаты получили продукты питания и вещи в целости. Каждая коробка подписывается. В то время, пока идет работа в офисе территориального отдела Видная Расторгуева, в пункте сбора гумпомощи в Лопатинской школе уже собранные подписанные чеки и коробки загружаются в машины. Один из активных участников сбора, предприниматель и член общественной палаты округа Аршак Лалаян, организовал представителей местного бизнеса. В такое тяжелое время откликнулись почти все предприниматели, которые активно ведут деятельность. Очень приятно собрали по нашим расшотам намного больше, можно сказать, пять раз больше, потому что кто с чем смог. У нас был список, определенное количество и продолжаем собирать. Среди участников и организаторов сбора много единороссов. Депутат и руководители дошкольного отделения Лопатинской школы Алена Какоева объединила педагогов, родителей образовательного учреждения и местных жителей. В результате десятки коробок с самым необходимым ждут отправки в зону боевых действий. Как приятно, что есть люди, которые готовы помочь и поддержать. Спасибо вам большое. Когда груз в Расторгуево доставили из Лопатинской школы, в офисе тиротдела пришлось сильно потесниться. Места становилось все меньше, а вещи несли и несли. Среди предпринимателей, откликнувшихся на участие в сборе помощи, Алишер Шарипов. Его машина была забита до отказа. Вещи самые нужные. В этих коробках все, что необходимо нашим солдатам в зимнее время. Термобелье, шапки, перчатки, резиновые сапоги. Уже в самое ближайшее время все собранное будет отправлено на Донбасс. Но сбор помощи продолжается. И каждый из нас может внести свою лепту в это большое дело. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.